Приветствую, друзья. Наушники с комбинацией динамического и арматурного драйвера мы встречали уже не раз. Далеко не редкость и совместное использование динамического драйвера с электретным. А вот чтобы сразу установили динамику, арматуру и электретный излучатель, ну, лично я вижу впервые. Сегодня мы будем говорить о новинке Senfer MT300, обсудим их звучание и, конечно же, исследуем графики. Поехали. Слышал, что наушники поставляются с каким-то просто феерическим набором в комплекте, однако свои я получил в таком безымянном черном кейсе. Внутри я обнаружил дежурную пару амбушюр, смоточку и сами соответственно наушники с фирменным кабелем. По насадкам ничего не скажу, те, что были в кейсе, мне по размеру не подходят и я не смог их вообще никак использовать. Пришлось расчехлять свой набор, где больше всего мне понравились уже классические черные от КЗ с насечками. Они, кстати, продаются отдельно на Алиэкспресс и стоят какие-то сущие копейки. Кабель же здесь оказался ну просто, друзья, шикарный. Попробовал его заменить и сразу же мгновенно поставил на место. Измерения показали сопротивление 0,0013 Ом, что идеально как для аудиокабеля. Штекер выполнен в виде металлического шестигранника как делитель. Имеет защиту от перегиба, полностью разборную конструкцию, все здесь откручивается, так что починить его вообще не составит никакого труда. Для заушин зачем-то использовали вот такую достаточно грубую термоусадку с бубенчиком на конце. И, возможно, это бы сильно повлияло на посадку, если бы не механизм крепления кабеля к наушникам. Помимо классического ММСХ разъема здесь присутствует фиксирующий элемент на резьбе. Поэтому, в отличие от других ММСХ, кабель здесь надежно крепится к ушкам, словно классическая вилочка. Реально интересный ход, жалко лишь, что подобных кабелей найти не так уж просто на замену. Зато в ушах модель сидит ну просто великолепно, практически не выпирает и обеспечивает отличную пассивную звукоизоляцию. Вот так это выглядит. Конструкция чашечек сборная, причем обе части выполнены из металла разного цвета. Задняя часть представляет из себя солнце с вентиляционным отверстием по центру и приятными на ощупь текстурными лучами. Спереди находим довольно широкий звуковод с выступом для удержания амбушюр, защитной металлической сеточкой и под ним можно заметить единственное конституционное отверстие для динамического драйвера. По дизайну ушки мне очень зашли, прекрасно смотрятся на столе и в компании даже с каким-нибудь стационарным усилителем. Тут ребята из Сенфер реально постарались. Измерения показали импульс на 125 миллисекунд, довольно чистый водопад и искажения в пике, достигающие два с половиной процента. Что далеко не идеально, но весьма неплохие результаты. На графике вы видите две сильно отличные кривые и это не случайно. Дело в том, что мне, похоже, досталась бракованная или какая-то промежуточная версия модели, где на левом канале количество верхних частот значительно ниже по уровню, чем на правом. Изучая представленный производителем материалы, я все-таки склонен считать верным график с правого канала. Занимательно, но отличие касается только лишь высоких частот, то есть от 4 кГц выше и исключительно по уровню, словно вот ошибка вкрылась в плату кроссовера. Нижняя часть АЧХ совпала идеально. Здесь мы имеем подъем на басах на 12,5 дБ, легкий прогиб на середине на 3 и выделение области разборчивости. Далее графики у меня расходятся, составляя разность в 15 дБ на пике, усиливающем детализацию. Верха при этом довольно протяженные. Поначалу, в связи с этим фактом, я даже думал отменить обзор и поставил ушки на прогрев. А вдруг, да? Но месяц работы наушникам ничего не дал, повторные измерения показали вот ровно такую же картину, что и была при их получении. Наш организм, как известно, гениальная такая машина и мозг сам достраивает любой недостающий сигнал, поэтому, хотя и не точно, но я вполне готов описать их звучание и даже предоставить некоторые сравнения. Почти брат-близнец у Sanfer MT300, это конечно же Шоуэр Тейп Про. У них очень схожий звук с отличием, касаемым глубокой ямы на нижней части верхних частот у Тейп Про, которая гасит грубые звуки тарелочек в угоду более кошерной верхней части диапазона. У Sanfer аналогичный прогиб конечно же тоже есть, но он намного меньше, 7 дБ против 15. А значит этот диапазон у героев обзора просматривается лучше и оттого строят немного разные звуковые картины. Еще я почувствовал отличия на басу, где у Шоуэр чуть меньше объем, но лучшие скоростные показатели. А так эти две модели с реально очень схожим почерком и которые действительно корректно сравнивать. BGWP DN2 выступает в той же самой ценовой категории, но легкая прозрачная арматурная середина верха разительно отличаются от массивной насыщенности Sanfer. Ничего не лучше, друзья, все просто другое. На вкус, как говорится, и цвет. Единственное необходимое уточнение, что для электриэтного излучателя требуется повышенная мощность источника. Хотя нам и заявлен импеданс 16 Ом и 105 дБ на мВт чувствительности, но телефон раскачивает эти ушки с огромным трудом. Нужен хотя бы мобильный САП 60 мВт на 32 Ома нагрузки. Айбаса DC03 качает Sanfer в легкую, не говоря уже о каких-то стационарных решениях вроде SMSL DP5. Низкие частоты здесь глубокие, акцентированные, в меру текстурные. Причем диапазон выделен таким образом, что басовая партия на самом деле можно наслаждаться и она каким-то неописуемым образом отличается от того, что мы слышим на середине. Понятно, что разные излучатели, но все сделано так, что этот контраст играет исключительно в плюсы. По сравнению с ним переход с динамики на арматуру, на тех же Dn2, кажется каким-то грубым и неуместным. Джаз с контрабасом и клавишами или духовыми просто гипнотизирует. Серединка тут массивная, сочная и можно так сказать трехмерная. Overing Nose 33 518 так не звучит. Его влияния я здесь вообще не наблюдаю. Подача скорее электростатическая или электретная, с хорошей яркой музыкальностью и в то же время с сохранением всех необходимых нюансов и оттенков звукоизвлечения. Нижняя часть середины на общем балансе оказывается чуть-чуть утоплена, а значит электрогитарное мясо будет ослаблено. Металлисты, эта информация для вас. Верха тонкие, прозрачные, скорее всего совмещают в себе электретный и арматурный драйвер. Слишком зыбко для чистого электрета и слишком красиво для арматуры. Хотя к ноус может быть. Переход от середины к верхам уже сильно заметен, как перья на конце стрелы. Понятно, что они связаны лишь тонкой нитью и вместе вовсе не росли. Но на слух комфортно, интересно, чувствуются даже какие-то намеки на разделение в этом диапазоне, что весьма неплохо. Результирующее аудиополотно читается вполне естественно, с приятной массой, теплотой и такой особенной музыкальностью. Сцена, на мой взгляд, немножечко приближена к слушателю, то есть довольно широкая, но заметно ограничена в глубину. Все инструменты и вокал воспринимаются единой цельной палитрой, без разделения и излишнего воздуха между тембрами. По источникам лучше выбирать, конечно же, что-то достаточно мощное и детальное. Жира, драйва и глубины тут и так в избытке, а вот дополнительный уклон микронюанса разбавит общую картинку и наделит ее лучшей яркостью и ясностью. По стилям, на мой вкус, индивидуально. Не думаю, что подобный ход полюбится всем, но ценители, безусловно, найдутся, особенно среди любителей акустической или электронной музыки, а также старого доброго поп-рока. Итогом. Стандартные комплектации с Enferment T300 ну просто прекрасны. Мне удалось насладиться из всего богатства только кабелем и он реально достоин похвалы. Звучат же ушки ровно так, как и ожидаешь от глубокого низкочастотного динамика. Цельной насыщенной электриэтной середины и тонкого арматурного верха. Не скажу, что модель универсальна, это далеко не так, особенно, что касается тяжа. Но для всей остальной музыки, друзья, очень даже годно. Тем, кто любит изодинамо и другие ответвления от классического динамического драйвера, должны остаться в полном восторге. Такое особенное мягкое, литое и при этом довольно проработанное звучание я реально очень оценил и настоятельно рекомендую к ознакомлению. Приятно, гармонично и очень естественно звучат. Реально классные ушки. Собственно, это Senfer MT300. Отличные ушки мне тоже очень зашли. На этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал.